Привет всем, с вами Резмитрий Ророшенко. Сегодня поговорим о гражданах Украины, ЛНР, ДНР, которые прибывают в Российскую Федерацию, о том, как продлить сроки пребывания в России, в текущих обстоятельствах. Значит, первое, что нужно сделать, это, естественно, пересечь границу, заехать в Российскую Федерацию и решить вопрос с миграционным учетом, с постановкой на миграционный учет, а именно регистрацией. То есть нужно оформить регистрацию, вот это открепительное уведомление, которое у вас должно быть на руках, то есть в каком-то жилом помещении, где-то на срок въезда по миграционной карте. И это самое главное, чтобы у вас это было на руках. А дальше уже решать вопрос с продлением срока. Здесь возможно и, например, подать на временное убежище, на статус беженца, но надо понимать, что сроки рассмотрения составляют до трех месяцев, а то, может быть, и больше. Здесь зависит просто от региона. То есть по Москве это можно на кирпичный подать, по Московской области это в котельниках, то есть в управлениях по вопросам миграции, по регионам, соответственно, свои управления. И дальше можно на основании данных свидетельства, статусов уже решать вопрос с оформлением. Возможно даже и гражданство, если есть, например, прописка ЛНР, ДНР. Вот, и либо с выходом на оформление РВП, ВНЖ здесь зависит уже от оснований. Вот это первый вариант. Второй вариант. Если у вас просто украинский паспорт, то в данном случае, опять же, нужно сделать миграционный учет, и без квоты можно подать на РВП разрешение на временное проживание в том регионе, где у вас регистрация. Опять же, в управлении. В Москве это ММЦ Сахарова, Московская область своё управление, в регионах, соответственно, своё управление, отделы по вопросу миграции. Завёте документы от 60 до 90 суток в среднем рассмотрении. Заявление на разрешение на временное проживание. С паспортом Украины не требуется квота дополнительная, то есть каких-либо препятствий нет. Главное, естественно, ждать документы, подтвердить знание языка или сертификатом, либо аттестатом советским, российским дипломом, и медицинские анализы. Дальше там уже по стандарту подача документов на РВП. В ином случае можно также оформить патент. Эта возможность есть, но здесь цель въезда должна быть работа. У нас сейчас по миграционной карте именно цель въезда работа. И, естественно, можно оформлять патент. В среднем оформляется это в две недели. Получаете патент, оплачиваете измесячный платёж, это 5900 по Москве, по области. И продлеваете себе тот срок, который вы проплатили. Соответственно, этот же срок продлеваете иммиграционный учёт, то есть регистрацию, и пребываете здесь. Параллельно можно решать вопросы, например, с РВП, с видом на жительство, если есть основания близкородственные. И дальше уже продлевать себе, опять же, пребывание уже на основании статуса. Если этих вариантов нет, то можно решать вопрос с носителем русского языка и по восходящей линии, если с родственниками, близкие родственники, подтвердить факт их проживания и подать на носителя. Получив решение комиссии о признании носителем русского языка, вы, соответственно, можете, опять же, продлить себе сроки пребывания на основании этого решения до 90 суток. И в этот период сдать документы на ВНЖ. Вот после получения ВНЖ уже, соответственно, с постоянным проживанием, бессрочным вид на жительство, здесь пребывать и решать вопросы с гражданством. И остаётся также ещё вариант, значит, с подачей, ну, в случае, если вы подавали, оформляли в загранучреждениях статус переселенца, есть свидетельство, то, опять же, при въезде в Российскую Федерацию вы имеете право продлить своё пребывание на срок действия данного свидетельства. Напомню, что сейчас оно выдаётся на 5 лет. Опять же, нужно найти жилое помещение, где вы могли бы зарегистрироваться, продлить сроки пребывания и параллельно решать вопросы ВРП и соформления гражданства. И ещё один из вариантов, который на текущий момент актуален, это можно продлить сроки пребывания, если у вас есть родственники, граждане Российской Федерации или имеющие вид на жительство. Цель въезда здесь должна быть частная. И на основании пункта 10 закона о порядке выезда и въезда в Российскую Федерацию сроки по срокам пребывания были изменения соответственно. Действительно, 4 закон, напомню, что он вступил в силу. 29 декабря были внесены изменения в статью 5 закона о правовом положении на стороны граждан, где, соответственно, на основании этого пункта можно теперь продлевать по наличию у близкородственных отношений срок подтверждения. И на основании данных документов, свидетельства о рождении или свидетельства о браке, можно продлить себе сроки до года, если у вашего родственника есть гражданство или вид на жительство. Это основание работает, хотя, конечно, есть разные препятствия со стороны инспекторов. Но здесь, в случае отказа, нужно, естественно, попытаться получить разъяснение, потому что закон, он уже вступил в силу 29 декабря. И это основание тоже актуально на текущий момент, в том числе и для граждан иных государств, не только имеющих паспорт Украины, УНР, ДНР и также других стран. Потому что это касается граждан из безвизовых стран. Вот такие у нас варианты. Поэтому главное, это найти жилое помещение, где вы встанете на миграционный учет. А дальше уже с паспортом Украины можно решать вопросы и по оформлению РУП, либо здесь рассматривать и патент, и другие варианты, которые мы с вами обсудили. Успехи вам! Будем на связи! Всего доброго! Субтитры создавал DimaTorzok